Глава ТУ вышел, Банк Араул, в связи с ранним похолоданием в республике потребовало подключить отопление во всех населенных пунктах с центральным теплоснабжением. Вот что он написал в своем блоге. Глава региона в телефонном режиме дал установку своим заместителям лично проконтролировать подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. Три раза в день собирать и анализировать информацию из муниципальных образований. Как сообщает столичная мэрия, сегодня до конца дня подключат к теплу все многоквартирные дома Кызыла. О необходимости завершить растянувшуюся с 14 сентября процедуру подключения тепла к жилым домам шла речь вчера на аппаратном заседании правительства региона. Как сообщает сайт Кызылской ТЭЦ, совместно с городской мэрией и энергетиками с участием управляющих компаний ИТСЖ были проведены выездные проверки готовности систем отопления многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Наиболее ответственными и исполнительными жилищными организациями оказались ЖУ-2, управляющая компания Уют и ООО «Сервис». Они получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду и их жилые дома были подключены к теплоснабжению в первую очередь. По результатам проверок в списках аутсайдеров по подготовке к зиме значатся управляющие компании Тайга, Чаян, Сайзерал и ООО «ЖУ Ангарский». Им были вынесены предписания, а выявленные замечания, необходимые для устранения, обозначены в актах. По состоянию на 25 сентября 2017 года из 396 многоквартирных домов паспорта готовности получили около 100 жилых объектов и в них подключено тепло. Что касается остальных, то тепло поступит в течение двух дней. Что касается муниципалитетов, то отопительный сезон в поселке Ховаксы начался 18 сентября. В Агду-Ураке-Шаганаре начнется 28-го. Это раньше обычных дат начала отопительного сезона, который традиционно начинался в этих муниципальных образованиях в первой декаде октября. С понижением уличной температуры и отсутствием отопления в домах Козыла число заболевших гриппом и ОРВИ растет, согласно статистическим данным гриппом. Холодное время года заболевает каждый третий житель Козыла. Однако, стоит помнить, что не всегда заложенность в носу и насморк – признаки простуды. В заложенности носа бывают и воспалительные процессы, бывают аллергические процессы проявления. Но чаще всего, конечно, риносинуситы встречаются, то есть это они, как и по статистике, 80% заболеваний идут респираторные вирусные инфекции, после чего происходят осложнения в виде носоглоточных вот этих нарушений. Чаще всего это, конечно, синуситы. Схемы лечения сейчас нашими медико-экономическими стандартами предусмотрены, и поэтому лечение, конечно, различное. То есть в зависимости от состояния человека, длительности заболевания, насколько долго человек болеет. И схемы лечения, они как бы идут стандартные, поэтому просто все отходим от человека, что происходит. В рамках обсуждения проекта программы формирования комфортной городской среды, жители микрорайона Южный Козыла проголосовали за реконструкцию улицы Ангарский бульвар и создание в этом микрорайоне зеленой зоны. При поддержке правительства Тувы во взаимодействии с Министерством ДТК Республики разработана проектно-сметная документация о реконструкции. Сегодня начались ремонтные работы дорожного полотна по улице Ангарский бульвар. В связи с чем внесены временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов, проходящих по этой улице. Это касается автобусов общего пользования категории М2 и М3 по маршрутам 6, 6А, 4, 4А, 9, 12, 14, 15, 18 и 19 с улицы Калинина на улицу Московская. Период проведения ремонтных работ с 26 сентября по ноябрь этого года. Работу будут вестись за счет регионального дорожного фонда.